Да какие факты? Какие факты вам еще нужны? Вы только посмотрите на него! Он же стоит и издевается над нами! Сытый, откормленный, наглый вообще! Эх, приехал бы этот граф ко мне лет 20 назад. Живым бы не ушел. Мистер Петрович, идите-ка домой, спать. И завтра снова в бой. Актриса Валентина Талызина всегда поражала окружающих своей непредсказуемостью. Безбашенная девчонка из сибирского захолустья. Известная на всю страну артистка. Мать-одиночка с разбитой судьбой. Это все она. Валя! Невероятные зигзаги судьбы заставляют актрису постоянно задумываться, все ли правильно она делает в жизни. И в поисках себя она может внезапно сорваться и уехать хоть на край света. Вот так вот на два дня поехала в храм, который выстроила Ванга. В Акухталызиной много. И легенд, и легенд перерастающих правду. Ее ведь никто не поддерживал. Она сама ни на какие компромиссы, ни на какие связи не шла. Всеми правдами и неправдами, но он добьется своего. Сумасшествие и умение через сумасшествие покорять людей. В актерской среде ходят легенды о сложном характере Валентины Талызиной. Все, кто работали и работают с актрисой на съемочной площадке или в театре, знают. Иногда с ней бывает тяжело. Чтоб ты знал это все, молчи уже. Как вообще можно говорить? Мнительно, видите, никто на нее не нападает, она уже защищается. Ей ведь добрые слова говорим. Ну, ты хорошо говорил, я сегодня с тобой буду хорошо играть. Да, я. Успех и популярность пришли к Валентине Талызиной не благодаря, а вопреки обстоятельствам. У меня была вот Лена Судакова, которая была моей подругой. Я звонила, говорю, Ленка, меня опять не утвердили. Она говорит, не волнуйся, ты хорошая артистка, твое время придет. У тебя, говорит, все хорошо. А я ей через некоторое время звонила, говорила, и опять меня не утвердили. Так безуспешно Талызина ходила на кинопробы долгие шесть лет. Да и Алифтину в картине Ильдара Рязанова «Зигзаг удачи» должна была играть не она. Эту роль писали специально для Алисы Фрейнгах. Но в этот момент Алиса Бруновна ожидала ребенка. Стали искать замену. И Рязанов остановился на Талызиной. И долго режиссер надеялся, что Алиса будет Бруновна. Надеялся. И Валя это знала. И она все равно только ребенок мог не слышать, не принимать неприятие режиссера, а идти в кадр и существовать. Вот вы, Иван Степанович, думаете, некрасивая я. Да ведь это все не так. Просто у меня денег не хватает. Вот если бы я могла купить себе туфли на шпильке, ажурные челки, костюм, джерси, белое модное пальто. Да меня любой бы в жены взял, и не ходила бы я с таким охламоном, как вы. Он кричал на меня. Ну, правда кричал. А Нина Скобина, как говорила ему, Элька, ну, чего ты так на нее кричишь? А потому что если на нее не кричать, она ничего не сделает. Зигзаг удачи снимали зимой и зачастую на улице. Актеры постоянно мерзли, простывали. Компания на съемках была знаменитая и веселая. Евгений Евстигнеев, Евгений Леонов, Георгий Бурков. Мужчины предпочитали спасаться от мороза испытанным способом. Выпивали по рюмочке. И приобщили к этому молодую артистку. От режиссера прятались в подъездах близ лежащих домов. Только я вас еще не полюбила. Но меняю мнение о вас уже в лучшую сторону. Ты давай меняй побыстрее. Я своему мужу дала телеграмму. А он устроился юнгой на корабле, который делал кругосветное путешествие. Он захотел посмотреть мир. И ему написало, опили все подъезды. Когда Рязанов об этом узнал, он буквально впал в ярость. Молодой актрису чуть было не сняли с роли. К счастью, Ильдар Александрович оказался человеком отходчивым. Фильм был успешно закончен. И когда вышел на экраны, Валентину Толызину стали узнавать на улице. Обратите внимание на платье из белых кружев. Сверху бесформенное, снизу суженное. Казалось, что ей наконец удалось вытащить счастливый билет. Но нет, сниматься никто не звал. Это фотопробы Толызины. В данный момент там, где ее не утвердили. Так было в ее судьбе не раз. Удача словно дразнила Валентину. Не только в кино, но и в личной жизни. Вы замужем, Мизу? Пока нет. И не спешите. Сколько вам лет? 19. 19 лет. Что я творила в свои 19 лет? Свою большую любовь Валентина Толызина встретила в 25 лет, уже будучи известной артисткой. Однажды к ней в гости в полуподвальную комнатку в каретном ряду пришла веселая компания. Среди гостей был обаятельный юноша, художник Леня Непомнящий, который сразу же влюбился в Валю. Ну, он за мной ходил, три года ухаживал, и я потом как-то почувствовал, что я уже без него не могу. У него был небольшой недостаток. А я им все ставила, условия ультиматумные, сибирская прематория. Что вот если ты, то я тогда да. Я хочу выйти замуж. Очень хочу. Если хотите знать, про это все время думаю. Ну, и чего? Ну, лучше умереть старой девой, чем жить с человеком, который тебя унижает. Валентина неспроста тянула со свадьбой. Боялась ошибиться в выборе так же, как когда-то ее мать. Родители будущей актрисы – люди далекие от искусства. Мама Талызиной, Анастасия Трифоновна, в 16 лет вышла замуж за ветреного красавца, Илариона Григорьевича, неисправимого бабника. У жениха Валентины Лени Непомничева была другая страсть – любил пропустить рюмочку. А потом он все это дело бросил, ушел. Тогда я его позвала и сказала, давай жениться. Им пожелать. И я попала в круг художников. Свадьбу сыграли в 1963-м, но только через 7 лет на свет появился долгожданный ребенок – дочка Ксюша. Я думаю, что это была любовь, но мне хочется в это так верить, что я дитя любви, а не слияния талантов. Любишь сразу и не любишь тоже сразу. А вы славны. Стать актрисой Валя хотела с детства. Но эта мечта девочки из сибирского зерносохоза казалась недостижимой. И она поступила в Омский сельхозоинститут на экономический факультет. И когда она в экономическом поняла, что счет и расчет – это не ее, а сумасшествие и умение через сумасшествие покорять людей. И в этом было ее обаяние, ее энергия. Проучившись два курса, Валентина рванула в Москву. Прием в театральные вузы уже закончился. Помог счастливый случай. И ректор Гитиса. Я к нему так, кстати, схватила его буквально за полу пиджака. И говорю, прослушайте меня, я хочу быть артисткой. Он сказал, а что вас тянет в искусстве? Я сказала, вот тянет. Он сказал, приходите завтра. Потом был второй тур, потом был третий. И я уже знала, что я принят. Что же дальше? Только что вас хотел спросить об этом, Инночка. Маленькая девочка приехала из глухой деревни в мегаполис. Это ну так, сейчас вот возьми из нашей Москвы и давай в Голливуд отправь и посмотри, что там человек может добиться так с нуля. Москва поразила Талызину. Огромный шумный город с зеркальными витринами и красиво одетыми людьми. Это был мир новых возможностей. К тому же в Гитисе она познакомилась с Романом Витюком, почти иностранцем. Когда мы в коридоре, проходя, не зная друг друга, обернулись, посмотрели друг другу в глаза. Она была в таком легком крепдышиновом платье из Омска. А я был все-таки из Львова. Значит, какая-то западная структура была. Все. И мы начали разговаривать, как будто мы виделись всю жизнь. В то время Львов был мягкой западной моды в СССР. Валентина с большим интересом слушала рассказы приятеля о том, как одеваются его красавицы-землячки. Вместе с Виктюком они не пропускали ни одной театральной премьеры. Пускай по-студенчески, зайцами. Зато стильно одетыми не хуже московских модников. Шелтон, было бы недурно, если бы мой отдых начинался без запаха вашей дешевой сигареты. Валентина могла сшить, заказать сапоги и пальто в Гуми, было ателье при Гуми, будучи студенткой. Потом она какое-то платье, если у нее появилось, она оставила перед зеркалом в каких-то разных пузах. То есть как-то готовила себя быть артисткой, по большому счету. Она до сих пор остается большой модницей. Я не могла вообще представить, что у меня будет такое красивое платье. Женщина статусная, в определенном возрасте ее одевать одно удовольствие. Потому что она любой образ одежду так преподнесет. Как бы мы ни старались, она ее в 10 раз сделает лучше. До сих пор не могу прийти в себя. Вчерашний ужас перед глазами. Бешеная скачка. Ров. Лошадь поднимается на дыбы. Чувствую, как светло скользит подо мною. Земля опрокидывается. Теряю сознание. Падаю, падаю. Ах, держите меня. Костюм – это все. Это начало образа. Я как одеваю костюм, я уже становлюсь другой. А сейчас Талызина. Никаких княгинь и барынь нет. Сейчас Талызина, которая выйдет, даст бог зрителям. Куда тебя несет? Ты идешь по лестнице. Все, ты потеряла все. Смысла в жизни у тебя нет. Судьба то разводила, то снова сводила Валентину Талызину и Романа Виктюка. Ее жизнь на сцене вряд ли сложилась бы столь удачно, если бы Романа не пригласили в театр Моссовета. На правах режиссера он предложил Талызиной главную роль. Первую в ее театральной карьере. Смотрите-ка, совершенно свободный столик. Бежим, за ним. За ним. Посмотрим, но я бы лучше поел. Не все сразу. Вы не воздержанная личность. Да нет, я воздержанная личность, но я голодная личность. Я тоже голодная, но я веселая. И я веселая. В спектакле «Вечерний свет» Арбузова она играла главную роль. Она не могла играть другую роль. Я специально выбрал эту пьесу, чтобы была главная женская роль. Слушайте, вы знаете, на кого мы похожи? Мы похожи на двух человечков, которых долго держали в суперти. И он, конечно, как она говорит, что он ее и сделал. И я вот сколько помню, какие бы у нее не были там роли или что-то, но она всегда вот с ним и работала, и советовалась, и всегда звонила. Их очень тесная связь. Творческая. А в кино тесная творческая связь у Валентины Талызиной сложилась с другим известным режиссером. Я вас люблю! Я вас обожаю! Валюша, я тебе невероятно признателен, я тебя очень люблю. И прости меня за все эти неприятности, которые я тебе предоставил в жизни. Но я считаю, что это все я в какой-то степени искупил, а ты просто-напросто вызволила нашу трудную ситуацию и сделала блистательный финал. Вы дали мне путевку в жизнь! Очередной зигзаг удачи случился в жизни Талызиной, когда Эльдар Рязанов пригласил ее в свой новый фильм. «Ирония судьбы» или «С легким паром», премьера которого состоялась на Центральном телевидении 1 января 1976 года. В картине у Валентины маленький, но очень яркий эпизод. Ну, братцы, за ваше семейное счастье! Кстати, телезрителям было невдомек, что героиню Надю, которую сыграла Барбара Брыльска, озвучивает та же Валентина Талызина. Пока жива с тобой я буду, душа и кровь нераздвоимы. Пока жива с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой, любимый, ты понесешь с собой повсюду, ты понесешь с собой повсюду, родную землю, милый дом. Эльдар Александрович перепробовал очень много артисток, и ему все не подходило. А за ним ходила Лена Судакова и Нина Скубина, и долбили, что «Эльдар, попробуй Валю». Он отмахивался, что же в кадре она за то за другого говорит, что ли? И пробовал других. Наконец он в раздражении согласился. Он мне еще подошел и сказал, если твой голос подойдет к голосу, Алла Пугачев, ты-то, пожалуйста, озвучил. Послушайте, я вам все сейчас объясню. Вчера Женя пошел в баню. Действительно, голос – это серьезная характеристика личности человека. Это же Валин голос. Она смеется, говорит, я сделала Барбаре государственную премию. Создатели фильма получили государственную премию. Награду вручили даже иностранке Барбаре Брыльской. А вот про Толызину и не вспомнили. Она ни разу не сказала, они сволочи мне не дали. Ну, клянусь, она бы хотя бы какими-то буквами мне это выразила. Надя, отзывчивый товарищ, чуткий педагог. Она ведет общественную работу. Она даже висит на доске почета. С премией не сложилось, зато буквально посыпались предложения сняться в кино. Всего за три последующих года Валентина Толызина сыграла в 17 фильмах. Но главные роли режиссеры предлагали редко. Прежде всего в Толызиной видели яркую актрису эпизода. Ну, и вообще-то это неправильно, что пенсии дают в старости. По-настоящему ее надо давать от 18 до 35 лет. Лучший возраст. В эти годы и работать-то грех. Надо заниматься только личной жизнью. Семейный корабль актрисы тоже давал течь. Причиной были постоянные застолья, которые устраивал для собратьев по художественному цеху муж. У него было такое полуподвальное помещение. И маленькая форточка, так вот, прям под потолком, в эту форточку, постоянно какие-то кошки, он их кормил, этих кошек. Художники, вот я еще раз повторяю, естественно, конечно, дым коромыслом порой. Веселые посиделки нравились маленькой Ксюше, но она видела только внешнюю сторону происходящего. Он художник богемным. Если вы считаете, что выпить – это богема, я как-то немножко сомневаюсь, понимаете. А уже когда и дочка появилась, и все равно богема. А это для воспитания ребенка было несовместимым. Валентина всеми силами пыталась сохранить семью, но не встречала никакой поддержки со стороны мужа. Очередной поворот судьбы приблизил развязку. Режиссер Марк Осипьян пригласил Талызину на роль в фильме «Иванов катер». Ее партнером по картине стал красавец Юрий Орлов. Режиссер объяснил творческую задачу, чтобы это была настоящая любовь, а не пошлая история. Актеры перевыполнили план. У всей съемочной группы, по словам Талызиной, снесло крышу. И у нее в первую очередь. Она без памяти влюбилась в своего партнера Юрия Орлова. Трудно понимать. Но ведь уедем же отсюда, уедем. Нет, я не могу. Я не могу так. Как так? Не могу. Я не могу. Я не могу жить не по-людски. Навождение рассеялось с окончанием съемок. Орлов вернулся к красавице жене в Таллин, а Валентина домой, в Москву, где семейная драма подходила к кульминации. Помню этот день. Как он действительно, это правда помню. Такой, как будто прям вчера. Он сидел на ванной, одевал носки. И сказал, дочь, я ухожу, ты вырастешь, все поймешь. Не было. Не было между нами ничего. Не было, не было, не было. Не было. И я выросла, и все поняла. Они бы не сохранили отношения, и меня бы не сохранили. И действительно, все во лжи бы было. И это очень тяжело, когда мужчина говорит, что, извини, я люблю другую женщину. Она очень сильный человек. И чтобы две личности ужились вместе, а становленными женщинами, мужчины же не любят, когда их подавляют. Леонид ушел к другой женщине, а вскоре со своей новой семьей уехал в Мексику. Я ее просила не уходить. А потом я поняла, что это невозможно. Невозможно. А он ушел. Бросил тебя? Нет. Почему? Просто ушел. Это ж одно и то же. Да нет. Да понимаешь, а я не жалею. Но все-таки я его выходила, подняла. А потом он, знаешь, какой-то... Он слабый какой-то, он один. А слабых всегда жалко. Для Валентина это был удар. Потрясение. Она очень переживала разрыв с мужем. Но как мудрая женщина сделала все, чтобы дочь сохранила отношения с отцом. У моих родителей, слава богу, хватило мудрости. Они, я помню, всегда очень подружески общались по телефону, исключительно по фамилии друг друга называя. Ну что не помню, щей. Говорила мама. Ну, в общем, как-то это было все очень забавно. То есть никакого такой вражды или чего вообще не было. На людях актриса ничем не выдавала своих подлинных эмоций. На самом деле, после развода Валентина пережила тяжелую депрессию. Не было сил играть, не было сил жить. Врачи опасались за ее состояние здоровья и настояли на том, чтобы госпитализировать актрису. Выкарабкалась Валентина чудом. Снова спасла работа. Ей не давали ролей в кино, она находила себя в театре. И когда у тебя кулаки железные, и ты что-то разбиваешь, ты теряешь детское ощущение мира. А для артистки это единственное спасение. Несмотря ни на что быть светлым ребенком. Разрешите показать вам садик. У меня такие лилии. Получилось, что все на ней, только на себя остается надеяться. И она как-то сказала, что да, это мне и помогло состояться. Откуда брались силы, чтобы снова и снова выходить на сцену? Сниматься в кино? Я думаю от Господа Бога. Она все-таки живет по совести. Она живет по совести. Мы не говорим о вере, но думаем, что она человек верующий. Думаю, оттуда силы ей даются. Она права, просто я не люблю в суе упоминать это имя. В тот тяжелый период жизни отдушиной для Валентины Толызиной стала дача. Она любит сюда приезжать, чтобы побыть наедине с собой. Потому что одиночество – это было спасение для Творца. Но только одиночество с плюс энергией, а не с минус. Потому что минус – это злость, это отчаяние, это превращение себя все-таки в животное. К ней это не имеет никакого отношения. Однажды Толызиной предложили сыграть роль ясновидящей Ванги в художественном фильме. Личность слепой провидицы давно интриговала актрису. Но все-таки она отказалась. Не так давно Валентина Илларионовна снова вспомнила об этом. Ванга – это явление какое-то. Это играть нельзя. Нельзя входить туда. Она была единственная. И хотя, я не знаю, хватило бы у меня сил и способности это сделать, но я нашла в себе силы и сказала нет. Однако интерес Толызиной к загадочной болгарской ясновидящей был настолько силен, что много лет спустя она оказалась в маленьком болгарском селе Рупите, куда съезжаются люди со всего мира. Говорят, что здесь особая энергетика. Исходит она от храма, возведенного по воле и на средство Ванги. Я понимала, что мы связаны с какой-то сверхъестественной силой. Она сама говорила, что она связь между небом и землей. И о том, что каждое зло, совершенное на земле, оно обязательно передается или на твоих детях, или на твоих внуках, или на тебе же. И я очень жалею, что я была несколько раз в Болгарии. И когда она была жива, мне не хватило мозгов поехать туда. Трудно сказать, что она пророчила бы Толызиной Ванга, но встреча эта не состоялась. Может быть, это и к лучшему. Ведь в любых ситуациях Валентина Иллуреновна привыкла рассчитывать только на себя. А, девушка какая! Это она мне барочекала. А, хорошенькая, боже! Сама сидишь. Пошла на сцену. В театре имени Моссовета Валентина Иллуреновна служит больше 50 лет. Ее приняли в труппу сразу после окончания ГИТИСа. Здесь блистали Фаина Раневская, Вера Морецкая, Любовь Орлова. Валентина Толызиной представить не могла, что будет играть вместе с Великой Раневской. Мне не понравилось. Моя жена разбирается в искусстве. Мне не понравились декорации. Формализм. Фуфа, как ее звали в театре, фуфа. Ну, мне, правда, это потом передали. Ну, я какая она некрасивая. А я зажалась. Однажды Фаина Георгиевна заметила, что у молодой актрисы совсем не получается новая роль. Юлии Павловны Тугиной в спектакле «Последняя жертва». Она мне сказала, «Деточка, откуда вы пришли такая взмыленная?» Я говорю, «Со съемки». Ну, как вы можете? Вы же понимаете, что она пришла из храма. Вы сходите туда. Валентина последовала ее совету. И роль сложилась. Ну, давай, целуй маму. Я предлагаю выпить это твое счастье. Знаете, я так предлагаю выпить за мою дочку, моего мужа, и мою дочку. Да. Да? Одного за продолжение. Хотя мы не всегда, как называется, понимаем друг друга. Угу. Постоянные съемки, разъезды, репетиции спектаклей, времени на семью Валентине катастрофически не хватало. Растить дочку Ксюшу помогала бабушка, которая отличалась строгими взглядами на жизнь. Я воспитывалась очень в такой жесткости и в любви тоже всепоглощающей. То есть она вот насколько меня могла там, не знаю, отхлестать ремнем, там, не знаю, чем. И до 20 лет она посла, там, во сколько я пришла. Ужас. Бабушке даже в голову не могло прийти, что внучка пойдет по стопам мамы. Да и Валентина Илларионовна мечтала, чтобы дочь получила другую профессию. Ни в коем случае не актерскую. Долго же ты на ней. Не плачь, не плачь, мой друг. Твои страдания, потому что они в силах пенедеются. Маму отговаривала, ну, не так, чтобы прям вот кулаком по столу, но она говорила то, что, опять же, сейчас говорю я своей дочери. Зачем идти в эту зависимую и тяжелейшую профессию? И меня готовили в НИАС, и я очень, так сказать, серьезно туда готовилась. Но я все равно, я как представила, что я вот с этими бумажками буду всю жизнь сидеть, и вот это вот, ну, совершенно другой характер. Как вас зовут, дитя мое? Мириам. Следует сделать книг всем и отвечать тихим голосом, когда к вам обращаются старшие. Отношения с дочерью не всегда были ровными. Да и как избежать конфликтов, если в доме две актрисы? Две неординарные женщины и каждая со своим характером. И тут я сказала, ты меня сейчас будешь воспитывать? Мне 20 лет. Не надо меня воспитывать. Это было раньше. Так что мне за это очень стыдно. Скажу вам честно. Да что, ладно, Люд! Дай ей денег, а где их взять? Я не Ружков! Фу, Павлов! А ты не Госбанк, и мы их не печатаем! Мама тянула все, как волк. А я еще ей какие-то предъявляла претензии. Дура. Ксюша очень мощная. И в антенерионе. И это их вот как-то, вот какой-то вот, видимо, был конфликт. Но он уже преодолен. Но вот был этот момент, и Ксюша сменила фамилию вот на гребне вот этого какого-то конфликта большого, семейного. Сегодня Ксения успешная актриса. Снимается в кино и работает в театре. Но фамилия у нее другая. Быть Талызиной она не захотела. Сказалась семейная черта. Независимость. Иногда бренд работает против. У меня несчастливая судьба с маминой фамилией была. Но не то, чтобы несчастливая, а просто сложная. Очень было сложно. То есть, видели лицо, потом на обороте читали фамилию. И по неизвестным причинам, так сказать. Ни один проступок не может остаться без справедливого возмездия. И Горчакова не исключение. Вы меня поняли? Да, мадам. Окончательно маму и дочь примирило рождение внучки Насти. Какая твоя фамилия? Кто, где ты, с кем ты сидишь рядом? Подожди. Давай. Можно, Валя. Я сижу с бабушкой. Мне лет шесть. Меня зовут Настя. Моя фамилия это Лызина. Я знаю, что Валя очень, всегда очень любила дочку, очень любит внучку. и всегда, когда какие-то были там споры или там были моменты не очень лицеприятные, и Валю всегда можно было переключить на позитив, просто спросив, как дочка, как Ксюша. Ксения до сих пор поддерживает отношения и с отцом художником. Ходит на выставки и интересуется его творчеством. Теперь уже со своей дочкой, Настей. Замечательно. У вас галерея прям очень понравилась. Ну, вы знаете, что ваш папа, ваш дедушка выставлял здесь у нас свою картину. Леонид Непомнящий, заслуженный художник РСФСР, пожертвовал свою картину, и она была успешно продана с аукциона. Вот, если хотите, я могу вам показать, да? Эта картина называлась «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина». Я знаю, да. У него много серий разных. Очень талантливый, папа. Дедушка у тебя очень талантливый. И бабушка. Не даешь, студентов не надо, но правда дороже. Какая правда? Да ты на себя в зеркало-то посмотри! 40 лет! Да тебе больше 26 в жизни не дашь! О-о-о-о! У Валентины Талызиной было немало возможностей устроить свою личную жизнь. Появлялись новые поклонники, ходили слухи о романах с коллегами по сцене, но она так и осталась одна. Ах ты, боже мой! Пол России одни. Одна. А те, которые вдвоем, и что они все счастливы. А вы знаете, что семейная жизнь это труд. И у кого-то хватает сил на этот рук, а у кого-то не хватает. С талантливым человеком всегда непросто. С талантливым человеком нужно уметь считаться. Все вы обманщики. Мужчины были только в Древней Греции. У нее были другие насущные проблемы, чтобы нас накормить, чтобы у нас все было. Она не могла притвориться женственной и ждать принца. У нее просто не было такой шикарной возможности. Здравствуй, Надя. Вот мы и приехали. Здравствуйте. Полное ведро мыло навел и стреляет туда из рогатки. Паразит. Цельный кусок мыла извел, а? А что ты дерешься-то? Дерешься. Ты мне погрызайся? Ты мне погрызайся? В 90-е многим пришлось нелегко, в том числе и актерам. Кино снимать практически перестали. В театр люди не ходили. Одни артисты торговали на рынках, другие зарабатывали извозом или спивались. Но Талызина профессию не бросила. На пару с Борисом Щербаковым Валентина Илларионовна организовала антрепризный спектакль «Двое с большой дороги». АПЛОДИСМЕНТЫ Хозяевами спектакля были мы. Вот мы сами. Несколько раз нас кидали, что называется. То есть мы отыгрывали спектакль, нам денег не платили ничего. И, так сказать, хорошо, что хоть билеты давали, мы могли улететь. Со спектаклем «Двое с большой дороги» они исколесили всю страну. Партнер Валентины Борис Щербаков очаровывал зрителей не только талантом, но и своим обаянием. Женщины просто, они теряли, мне кажется, вообще ощущение реальности, когда Боря на них смотрел. Но я была в него влюблена. Это да. Это да. Но в него не влюбиться невозможно. Первый раз изнасиловали в Таймад. Первый раз. А второй в Чтенне. Я даже однажды несколько раз ее Татьяной называл. Это имя моей жены. Да ладно, Тать, ну хватит. Она настолько, так сказать, проявляла заботу, что иногда это было немножко даже обременительно. Актриса объездила всю Россию не только с этим спектаклем. С концертами ее приглашали и в маленькие городки, и в запрятанные в тайге воинские части. Да если не укрыться нечем от жалости неисцеливой, да если не укрыться нечем от холода и темноты, за расставанием будет встреча и забывай меня, любимый, за расставанием будет встреча вернемся лоба, я и ты. Мы поехали вместе в такую поездку очень непростую по Амурской области по погранзаставам, где не ступала до нас нога артиста. Ночь темная и в руку тишина Спит советская наша страна Ура! Чтобы выдержать такую кочевую жизнь нужно быть человеком выносливым. Талызина из тех людей, которые привыкли к трудностям. в кризисном 2008 году, когда из-за нехватки денег в театрах сокращали сотрудников, актриса осталась без работы. Но Талызина нашла выход. Она поставила спектакль госпожа-министерша и поехала с гастролями по стране. Она выбрала сама роль, сама подобрала группу режиссера, сама шила декорации, сама вышивала. Значит, это, это, это и это все там. Там должна быть шляпа, там должна быть вот эта... Переезды, безусловно, но ни разу, никогда от Валентины Ларьевны не было слышно ни малейшего там не могу, не хочу, устала. У тебя такой жених будет, что без пряного возьмем. Без пряного? Да, без пряного принцессы будешь деньги у тебя вот здесь. Ты не здесь, не здесь, как я. Вот умейте, вот как-то все выкрутить умейте, вымейте влезть прямо в способы не все. Умейте. Ну, лучше не обманите хозяина. Я считаю, что она проживает очень достойную жизнь в профессии, на редкость достойную, понимаете? Никому не обязана, ни перед кем не кланялась, а занималась своей профессией. Со стороны жизнь Валентины Толызиной может показаться увлекательным романом с крутыми поворотами сюжета. Но сама она верит, что все испытания были даны ей не случайно. На два дня поехала в храм, который выстроила Ванга. Там совсем другие люди, другая земля. Я понимаю, что я выполнила какую-то свою программу. Вот насчет сил может и прибавиться, но это не главная сила, а главное то, что я утвердилась в чем-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова